Инициатором проведения круглого стола по проблемам инвалидов стала Ленинская общественная организация людей с ограниченными возможностями. Администрация района откликнулась на это предложение, пригласив на встречу руководителей и представителей социально направленных служб. Первым обсуждаемым вопросом стало льготное лекарственное обеспечение. Хотелось бы, чтобы инсулины и тест-полоски всех диабетиков первого типа и второго типа инвалидов первой, второй, третьей группы обеспечивали регулярно. Чтобы были препараты для лечения осложнений сахарного диабета, и чтобы за этим был с нашего министерства, естественно, и в районе контроль. Жизнь инвалида и малообеспеченного человека непроста. Небольшие пенсии, при этом постоянный рост цен на продукты, на услуги ЖКХ. Плюс, конечно, стоимость лекарства. Вот обычные лекарства в нашей аптеке в городской, два месяца тому назад, корвалолы, это лекарство, которое должно быть в каждом доме, стоило 9 рублей. На сегодняшний день, я была в нашей же поликлинике, 35 рублей. Это о малом, о большом. Мы и диабетики, у нас больное сердце, уже и невралгия, какие-то мази нужны. Денег практически не хватает ни на что. Марина Николаевна Варламова – мать ребенка с ДЦП. Ее, как, впрочем, и многих других матерей, инвалидов, колясочников, волнует тема доступной среды. Хотелось бы получить автобус, который идет на Москву. Так как железнодорожным транспортом мы пользоваться не можем, воспользоваться. У нас есть проезд льготный на ЖД-транспорте, но доступности попасть на платформу мы, естественно, на колясочнике не можем. Ленинская районная общественная организация инвалидов существует уже не один десяток лет. По мере своих возможностей многие из сообщества активно участвуют в различных мероприятиях, за что получают заслуженные награды. Но много таких, которые, к сожалению, из дома выйти не могут. Самый большой вопрос – отсутствует обслуженная дому медицинских сестер. У нас на весь город одна медсестра. А много с гнойными ранами. Многие вот даже афганцы, которые ранение тяжелое имеют, они до сих пор не заживают, они открываются регулярно. Вот. Диабетик, которым отрезают ноги. Ну и так далее. Послеоперационники, онкобольные. А сестра не может обойти весь город, сделать перевязку и помочь ему. На круглом столе затрагивались и многие другие вопросы. Представитель здравоохранения Василий Улога пообещал помогать в каждом конкретном случае с приобретением льготных лекарств. Андреем Ершовым, представителем ритуальной службы, прямо на месте было принято решение оказывать услуги без всяких наценок. Другие руководители также взяли под контроль решение проблемных вопросов инвалидов. Людмила Медведева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.